Единый дизайн символики городов и областей утвердят в Казахстане до конца года. Об этом заявили в Министерстве культуры и спорта. Утверждать Геральдику предлагают через конкурс. Напомню, усовершенствовать региональную символику предложил Касымшом Артукаев на национальном Курултае. Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Следует упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов. В Комитете архивов документации и книжного дела рассказали, что уже создали проект типового положения разработки региональной символики. Специалисты намерены закрепить право их создавать и утверждать за местными исполнительными органами. После того, как мы закончим типовое положение, соответствующую нормативную правовую работу, мы внесем соответствующую норму в существующие законы. После этого при создании региональной символики будут учитываться природные, географические, физико-географические, ландшафтные, исторические особенности. Когда все регионы должны будут прийти к общему стилю и сколько на это потребуется денег, говорить пока рано. Тем временем магистаусы уже сейчас заявляют, что намерены отстаивать свою региональную геральдику. По словам историка-краеведа, делать это уже однажды приходилось, когда один из акимов желал ее видоизменить. Тогда изображения всадника на коне отстояли, аргументировав, что никакой враждебности он не несет. Воин изображен как защитник, да и логотипу уже 15 лет он изображен на сувенирах и знают его по всему миру. Он страж, так что, пожалуйста, не трогайте. Надо лучше оставить его. Почему? Потому что то, что нам сейчас его предложат, это будет, скорее всего, какой-то постмодерн. Сейчас много умников. Скорее всего, это там придумают какой-нибудь там барс, например, скажем. К слову, в Минкультуры отметили, что навязывать новый дизайн не будут. После утверждения новых норм их собираются разослать в Акиматы, чтобы там взяли их за основу. Рассматривают в ведомстве и возможность выбирать региональную символику через конкурс, где дизайнеры предоставят свои эскизы. Утверждать Геральдику предстоит местным маслехатам.